Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сначала стримеры, а потом уже и За команду OptiGaming Так что все интересно Здесь идет такое противостояние Не зря ли CLG отдали этого парня С другой стороны, мне кажется, даже Тарик Просто решил, что парни, ну мы тут уже с вами Чего не набьемся, отпустите меня куда-нибудь в другое место Поиграть, мне надо развиваться Отпусти, отпусти меня CLG Хочу отметить очень классную Неплохо заметить Да, на флай, действительно, он еще и на лан-турнире Но в Нью-Йорке хорошо, классно сыграл И до этого он тоже показывал В общем, оптики где-то проваливали матчи Где-то у них не получалась целая игра Причем это Best of 1 Все-таки тут, знаешь, все-таки Одна игра залетит, не залетит Вот как повезет Ну и Тарик С агрессивничала, хорошая была попытка сыграть Вот такой вот Open Door с флешкой Но немножко не повезло Тарику Потому где стояли противники Один стоял за дверью, успел убежать Второй сидел за стеночкой Вот за этой успел спрятаться И Тарик просто разбежались Глаза в кого стрелять Да, все верно говоришь Я вот, ну, оптики очень балансно играют Вот каждый игрок, в принципе, у них Играет на... Они вместе играют на одном уровне Нет такого явного, что у него не едет То есть четыре играют, а один не играет В принципе, у всех парней летит И сейчас... Сейчас 3-0 И смотрят Силджи, куда же им пойти Двое игроков сейчас на длине Бомба на длине Будут выходить на А Это прекрасно оптики читают И уже продвигается Миксу На помощь к своим тиммейтам Должен он сейчас через дым находить Хейзета Который находится с бомбой Однако Хейзет его контрольно простреливает И смотрим, как же он сыграет 4 в 3 ситуация, не в пользу оптиков И вот этот дуэль Миксул и Хейзет Ох, как не вовремя поменял он сейчас свой девайс И, в принципе, Силджи, скорее всего, заберут этот раунд себе Потому что они уже в хороших позициях Они примерно знают, где находятся оптики Бомба установлена И нет диффузов Да, на флай последний Пытается побивать девайса Еще два фрага делают на флай Не знаю, где находятся остальные два противника Поэтому убегает Успеет ли он убежать Ну, по идее, да Бомба не так часто стучит по мозгам своим писком В итоге убегает на флай Далеко и надолго Ну, и команда оптигейминг Деньги есть Закуп будет У противника выбитые три Калаша И сейчас также будет закуп Но, опять-таки, Силджи потеряли три девайса Это больно Пока что по экономике Пока не укрепились ребята в ней И Оптигейминг, я думаю, сейчас появится в ОП Да, на флай краски с Савиком будут играть Миксул также играет с ОП Я так понял, что оптиков вообще все играют с ОП Италика я видел с ОП и на флай И Миксул играл Три игрока Они постоянно играют с Савиком Мираж как-то особо себя не балует данным девайсом Да и Станислав У него нет времени на это Он капитан команды оптигейминг И причем очень неплохо заезжает Да, согласен В принципе, у ребят Роли и позиции очень хорошо распределены Все знают, у кого какая задача И наблюдаем, куда идут Силджи Снова ребята проходят сейчас в детскую площадку Двигаются они в сторону туалетов И должны сейчас там Тарик с Миксулом, в принципе, это все читать И сообщать своим тиммейтам Специально сейчас Хейзет отвлекает внимание Своих противников Создавая активность перед Б Ну, главное вот Сейчас, что оптики Концентрировали все-таки троих игроков на А Понимают, что это может быть фейк Примерно читают своих тиммейтов Потому что Тарик и Миксул В принципе, замечали какие-то движения До этого И перетяжка, перетяжка пошла Попался все-таки кустом на Миксул Да, есть опенфраг От команды оптигейминг Силджи потеряли снайпера Правда, по-моему, куста не было Да, ВВП? У меня, по-моему, только калаш был Да, денег там не так много было Силджи, что покупать АВП И закуп у Силджи сейчас, я думаю Будет проигран Вот чуйка такая Что парней сейчас будет все очень плохо Они идут на Б-плент На Б-пленту есть три игрока Это на флай Это Тарик Уже все практически там оказались Миксул уже сошел со спины Ну и получают минус В свою копилочку фрака нахты А перетяжка уже не получится Уже перетянуться не получится Команде Силджи Минус со Станислава Еще один спрей хороший от Раша Ну где же ты, господи, Раш? Провал Сейчас был от Раша Он не дочекал вместе с тиммейтом Выход со шарта На флай с АВиком смотрел зигзаг Точнее, с монстра не досмотрел Потому что там оттуда выходила еще куча народу Он свою тиммейта продал Еще мог сам отдаст Если у Хейзда залетела бы стрельба А вот с АВиком на флай смотрел зигзаг И непонятно, почему Раш побежал смотреть зигзаг Вот, то есть он немножко упустил этот момент И в итоге продал своего тиммейта У меня вот сейчас последние два раунда Ложат вопрос Смотри, у Катлера написан ник в зеркальную сторону Да А теперь читай, наоборот, ник Нейта То есть это получается Этон Это такое имя есть на самом деле Этон? Этон, да Этон, у него больше буквы написано, кстати говоря Да, то есть, возможно, надо проверить очень сильно Как правильно читается этот ник, однако Хорошая сейчас игра, Санислава залетает у него Общество по себе, очень круто Без шансов, без шансов разбирают оптики этот выход Да, давай сейчас посмотрю, на самом деле Ну, не написано на глоторге «Нахты» Я попытался загуглить А, его зовут Этон Этон У него просто именно Этон 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 Арнольд Этон Арнольд Этон, мне кажется, не хочется читать Нейт, наверное Нейт У него игру, у него имя, фамилия Этон Арнольд Вот Значит будет Этон, всё Я буду читать, вы теперь как Этон Спасибо, ты, кстати говоря, очень Я просто, у меня просто я знал человека, которого зовут Этон И вдруг я заметил, что что-то здесь не так И уже Миксул Миксул Как эти ребята разваливаются в фармганах Очень круто Ну, просто разбираются Это Три звезды уровень с фармганами Еще по 90 она была в руки И какой вам подпись еще интересна 228 в конце звездочки Как любят у нас на пабах 13.37 гайд как добраться до глобала с по 90 Так, ну что, у нас попросили чатик включить Что у нас чатик? В чатике у нас кошка У нас, у меня слышно кошку, как она тут рядом орёт? Не, я не слышу эту киберспорт Ты знаешь, когда Ниндзевс У Диндзевс у него хакера, а у тебя кто? У меня У меня просто и обычно Ксюша Ксюша Да, Ксюша Значит, флайв дрифтеры Ксюша сегодня на американской линии Сходятся у микрофонов и Саброза уже забирают на флайв В принципе, неплохо Он выцепил этого парня Проиграл все-таки канадский парень эту дуэль И остаются два в два ребята Должен сейчас Раш смотрит, отвечает за точку Б А Станислав отвечает за точку А В принципе, позиции неплохие Однако Сейчас хотят перехитрить ребята из CLG А Станислав слышал? Станислав слышал, как позиции сейчас по туалетам пробегал сомброзом По крайней мере, я слышал с его стороны Точнее, кул-то проскакивал И сейчас вот сумочек себе ребята откинули И чтобы издалека их нельзя было убить А раш А раш Раш Данислав все слышит Данислав все слышит Он все видит Вот так вот Да, даже минус два залетает Две головы ставит Очень классно он сыграл Не растерялся Ну вот это было на самом деле А они все могут так, чтобы их не заметили А в итоге начать спреить И чтобы залетело Так еще минус два по голове Изи Изи для Станислава Он контролировал всю эту ситуацию Он контролировал всю эту игру И раунд был уже оформлен в его сторону И в итоге 6-1 команда CLG, конечно, ставит бомбу Практически Но нет И АВП появляется у Кусты А вот что делать с Савиком Кустом Мы все прекрасно знаем Он может этого оружия очень сильно раздать Ох, как подсадка сейчас не зашла Эттон забрал на флая Да, нам подсказывают что это Эттон или Эттон? Эттон Попробуем Потому что ecттон пишется как еттон А это эттн А, ааа А,то в чатике нам говорят вот так вот надо Не по другому Хорошая граната от микс вела Минус по эттнам Хорошая граната, это всегда должна быть в хозяйстве, понимаешь? Хорошая граната, она всегда в хозяйстве пригодится Ну и суброза Спасается от выстрела микс вела Остается последний таник и тут уже кулста А вот они два фрага в завершающем Сделал он этот рак Своими фрагами И команда CLG берет второй Хороший аккорд Сейчас поставил Куста По Рашу и получается Что 6-2 это Уже не сказать что плохо Но тенденция начинает развиваться К тому что CLG Все таки находят ключики К защите своего оппонента Я бы сказал то что оптики Немножко ошибаются Сами ударят эти вот фраги Подсадка которая вроде бы рабочая Но постоянно ее делать не стоит Потому что тебя обязательно Какой-то раз выйдут и сделают Ата-та Еще и с флешки там очень круто сработало На самом деле С флешки вышел на препаре Ну вот это рабочая стратегия Посмотрите что творят оптигейминг Они просто в туалетах в четвером сидят Нет сейчас главное не спалиться Вот до последнего Сейчас CLG зашли настолько Чтобы возвращаться уже у них Не было ни смысла Ни возможности А вот тут прием А вот тут прием от Раша Еще и на флай Ну вот все Тут ребята закопали лонг Еще и Итан отваливается Последний сумброза Один в пять Ну тут уже есть только Нео стайл Один в пять С бомбой на руках Но правда бомба не на руках И он не нео И играет у нас Не виртуз про В итоге команда CLG проигрывает Этот раунд Седьмой для оптигейминга Там конечно сражается Как лев сумброза Но его тут уже загоняют Просто загоняют как дикого зверя Втроем Втроем же вот этого выхода Ну и микс Если только промахнется И промахивается Минус три уже Этот парень делает А нет Минус два Это раз сделал минус три Это как раз сделал минус три Я обману математик Это обычное дело А ну все На флай Выходит на лонг Сейчас зачекает сумброзу Как Он что Ангел Нельзя убить С обычного оружия Где мои серебряные пули Кричит На флай Но это тоже Мне помогает Зато Станислав Подзакупился Серебряными пулями И вонзает В сердце с угрозой Семь-два Команда оптигейминг Практически берет Первую половину Мне очень понравилось Как сейчас оптики Сидели знаешь Втроем Такие кучка Сели Как оптики За углом Варки Такие ждут Ну когда же Сладенький пряник Выйдет на них А пряник вышел Практически Правда Миксел этот пряник Не смог поймать Он получил по голове Зато в Миксел Сейчас появляется Возможность на фарм Очень много денег У него МП-9 И он с этим МП-9 Опять идет В свою позицию В метро А в метро Есть люди Хаешка Но им правда Никто раз Залетает Куда надо Ну да В принципе Можно было ее кинуть Немножко по-другому И не знал Конечно Доподлинно Где находятся Его противники И МП-9 Парень пошел Зарабатывать деньги Минус 1 Надо отходить С оброза уже отлетел И Тарик 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 Видит Знает Делает Минус 2 Видел бомбу Видел бомбу Осталось только Вот мне отдаться кусти И как этот парень Стреляет Аккуратно Хладнокровно По пункте Вышел Выстрелил Еще Миксел Хейсда забрал Ребята Вот оптики Они Я не понимаю Они настолько Сейчас динамично И слаженно играют Что они не дают Ни шанса Просто своему оппоненту И это Если CLG Хотят забирать Эту карту Если они хотят Бороться на ней То время уже Идет к тому Что пора бы Наверное И паузу ставить Они просто Скилловые Я могу сказать То что CLG Просто не могут Справиться с оптиками Перестрелять их И сейчас Оптики Убивают их На 1 на 1 На 1 на 2 На 3 И хороший Прием ланга Прямо стали ребята В позапрошлом раунде Так что сейчас CLG нужно придумывать Что-то очень Интересное А вот интересно Они придумали То что Сели вдвоем На шариках Это может стоить им раунда Хотя Тарик 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 Минус 3 Тарик Прием Удивительно просто Это удивительный был Аттракцион Аттракцион Невероятной Нежности С пистолета С МП9 От Обмиксвала Правда Этот Девайс ему Не помог А вот Вот хотел сказать Хотел заметить И честно говоря Забыл что Просто забыл Бывает Все мы людям Бывает Что мы что-то забываем Вспомнил Значит у оптиков В принципе неплохо Прошли десматчи На Нью-Йорке Десматчи В смысле Десматчи Ну Я прикалываю Что демы На ESL Нью-Йорк У них Пошли на пользу Для стрельбы Ну для них Это большой опыт Это те 5 карт Которые они сыграли 5 матчей Два из которых Выиграли И три к сожалению Проиграли И не вышли в плей-оп Причем они могли ВП выиграть Они в последнем матче С ВП сыграли 16-14 Причем там было 14-14 И проиграли Только за счет того То что ребята Сыграли два раунда Однообразно В общем 14-14 Они вели И два раунда подряд Они слили Потому что играли Одно и то же Каждый раз Каждый раунд Одно и то же На Б плейнт На Кобл 100 Они выходили Там где Виртус Прос Сначала проваливались Они у Паши Убрали с плато Поставили его Под дропрум Полностью оставили Эту площадку И убивали У Хезда Очень мало С Каттлером Времени И поставить бомбу Тоже не получится Раш Хороший прием А плейнта Минус 2 Изи Для него Хорошие два фрага В копилочку Это тоже всегда Очень пригодится 9-2 Да я о том Что не как там В итоге игра сложилась Я к тому что Оптики Они Все таки Вот было Можно предполагать Что после большого турнира Они А Или Играют хорошо Они круто разыгрались Они получили опыт И Сейчас приходят И на домашней арене То есть в принципе Это североамериканская лига Они разваливают Или такое что А мы на ESL Вроде как Сыграли хорошо Надо отдохнуть Мы устали И не играли бы сейчас Никаким образом И Мы видим что Развивается Все по первой По первой схеме Что оптиков Летит Ну просто нереально Я тебе говорю То что оптики Сейчас борются За деньги Они знают То что Столько ты денег Получишь за это место Столько ты за это место И сейчас идет борьба Именно За место Они понимают Что они уже попадают И Парятся Менее Им приходится Потому что Противник слабый А в любом случае Так они играют Есть за что Есть какая-то Мотивация Сейчас В принципе Силджи Неплохо Заходят На бэплэнд Идет Размен В их сторону Однако Катлер Совсем Красный И Чуть он По своему Тиммейту Не выстрелил В полобоймы Оптики Идут на выбивание Раскидка Идет Неплохая Однако Два ВП Не совсем Конечно Играет им на руку Что Для выбивания Не очень эффектно И полезно Однако Мы знаем Что есть люди Которые в принципе И с АВП Хорошо вбивают Главное Удавать грамотные позиции И на флай Уже с пистолета Забирается Ай-яй-яй-яй Ноу-зум не заходит Сейчас у на флай Есть Ноу-зум Но правда уже потеряли И Тарика И Миксвелла Остается последний На флай Савиком Один против двоих Информации По двум противникам Последний нету Есть только куста Куста Савика Заберет Нет Тут все-таки Хейзот Молодец Ну что 9-3 Как бы Хорошо Сейчас играли Оптигейминг Все-таки Какие-то раду Донабирают В атаке Я думаю Что пятерик Они себе Могут оформить Вполне Если продолжить Так же хорошо Играть И так же Хорошо Выкидывать Гранаты Те вот Баночки Со смоком Или С слепительной Гранатой В любом случае Оптигейминг Сейчас На неожиданности Сыграли Силджи В этом раунде И в принципе Это зашло Но это так Должно быть дальше Хотя вот опять Засада На детской площадке Подсадка Какая-то топовая Команда Оптигейминг Но она срабатывает Очень плохо Нахт Или Итан Нахт Я думаю Привык Нахта Называть Он и на Хелтворд Нахты Он и в Африке Нахты И Тарик Есть минус От Нахты Еще один По Тарику То есть Засада На детской площадке Попытка номер 2 Не срабатывает Опять Силджи Слишком быстро Подходят на позиции И оптики Теряют Двоих своих тиммейтов Начинают ребята Уже заигрываться Как я считаю Да Ты абсолютно прав Ну Не совсем Обоснованная Сейчас Была Вот эта Поджим Вперед Они Лезли на рожон Откровенно То есть Пока ребята Под смоками Сидели на плентах У них Все получалось К ним приходили Силджи И просто Налетали на них А тут Как-то Вот совсем Зря Сейчас Пошла Эта подсадка Не считаю Что она была Совсем Уж оправданная И Идут Идут Сейчас Силджи Подлиннее И только Один хейз Сейчас отдался Под б-плентом Он был Опять отвлекающим Скорее всего Однако Нафлай В принципе Ожидал его Там увидеть И Надо быстренько Сейчас ориентироваться Чтобы перейти на плент Или выбивать Или сэвить Ну кстати говоря Сейчас Палили Станислава То что Он со спины И он слонгал Скорее всего Будут ждать Краски с авп Это Должен был делать Кусты Но сумброза Решил что Парни я смогу Я сам вас Сейчас Затащу На своих Плечах Но по-моему Не получится Кусты Минус По Станиславу Раш Последний Один в три Это Естественно Опять таки Сейв На этот раз У оптигейм Уже заканчиваются Деньги Стрелять будет И нечего И хотя бы Один кольт Хотя бы Один кольт Который В один момент Может помочь Потому что Мы все прекрасно знаем Этот спрей Один в три Тут Бывает Залетают Так точно И 9-4 Это уже Близко Близко К тому Чтобы выйти На Ну это уже Адекватный Счет Для того Чтобы Начинать Набирать Преимущество И на второй Половине И как-то Уже Говорить Или о Камбэке Или Хотя бы О достойном Поражении Ну Еще Слишком Много Стоит Преодолеть CLG Прежде чем Мы будем Говорить Уже О Временной Ничей В каких-то Моментах Пока что Это будет Предпоследний Раунд Первой Половины Оптики Очень Дальновидно Делают решение Дальновидное И Сэвят Деньги То есть У них Такой Околофорс Бай То есть Кто-то С бронешлетами Кто-то С пистолетами Так В принципе Уравнивают Деньги Чтобы На следующий Раунд Было У всех Одинаково И уже На флай Делает Отличный Опен Фрак С дегла По Катлеру И Должны Сейчас Сориентироваться Быстрее Оптики И Нейт Саброза Отлично Отрабатывают И забирают Уже На флай Миксу Станислава Остаются 2 в 4 И Ситуация Конечно Бедовая Раш Находится Далеко Его В принципе Ожидает Саброза На зигзаге Стоит И Дарик Это все Я думаю Что сейчас Пятый раунд Силжи Забирает Я в принципе Как сказал То что Силжи Должны Хотя бы 5 раундов Себя Откусить А может быть И шестой Тоже У них Заедет Как получится Уже Оптика В следующем Раунде Тем не менее У нас Появляется Шанс Посмотреть Интересную Шую Битву Потому что Поначалу Мы смотрели 9-2 Ну а там Ребята Пару фрагов Пару Смогли сделать Там ошибся Там ошибся Игрок И все Но Здесь уже Именно Силжи Какими-то Тактическими Действиями Опять ловят Противника На Подсадках И Пятый раунд То есть 9-5 Все Оптигейм Сейчас уже Начинают Просаживаться Как бы им За это Не поплатиться Ребята Гадаем По монитору Исход Первой половины Флаффи Дрифтер Да Да Ну я думаю Что Что я думаю Мой Мой Ванга Стайл Прогноз Ваш вердикт О Сенсей О Сенсей Ну ты же Киберспортивный Тренер Все же Как ни Как Ну да А ну Точно Я думаю Что Оптики Я не могу Опускать Это Извиду Когда Слышу От тебя Достаточно Могутных Мысли Начинаем Подшучивать Я думаю Что это Будет Оптигейм Как я сказал До Того Как начался Раунд Начался Он с Опен Фрага Станислава Кстати говоря Хейзет Я так понимаю Что через Смог Получил Пардон Да Как раз Через Смог Станислав Прошил Игрока С Хейзет Уже Своей команде Не поможет И Под Б Стягивается Вся эта Движуха Если Раш Со Станиславом Все Сделать Правильно Они Даже Не дадут Зайти На Плэнд С Наслаждайся Всем делом Станислав Спейсмог Одного Второго Нет слов Нет слов Как он это сделал Изи Он это сделал Изи Не почувствовал Он говорит Что парни Я говорил Я стащу Я это сделал Капитан команды Слово держит Трипл килл Стоит только Один Сумброза Ну и тут Ну я не знаю Тут нужно постараться Очень сильно Чтобы взять этот Раунд Ну и на счет Надо Саша Нет 10-5 Вот так Ну Скажу так Что Это неплохой счет Для сил Из того Что мы видели В начале Исходя из того Что мы видели В начале Ну это все Знаю Строится на одном раунде Каждый счет Тут 9-6 10-5 8-7 Весь итоговый счет Он строится От одного Двух раундов В середине Если целую серию Берет подряд Команда 5-0 Ведет 6-0 Это не значит Что она выиграет С счетом 16-0 Или еще как-то То Можно стать Все Было 5-0 Стало 5-10 Все строится В середине матча В середине раундов Когда Команда начинает Показывать Разогреты Не начинает показывать Свой основной уровень Так что Все будет Интересно дальше Да Надеемся Что не будет Затяжного Затяжного перехода Все-таки Затяжной паузы Между половинами Давай пока Бывают Бывают игроки Американские Не такие уж Ростропные Каким Таких Как мы хотим Их видеть Я хочу По статистике Пройтись Так Так Мне теперь вспомнить Чья статистика Где А вот Оптигейминг Они играют Примерно 11% Всех своих игр И Статистика У них Очень даже Неплохая 15 матчей Сыграна Сейчас даже Выберу 2016 год Чтобы все было Очень классно Так 2016 год Ничего не поменялось 15 побед 4 поражения 78% Винрейт Максимальный Выигрыш Был Со счетом 16-1 побед Над ликвидами Максимальное поражение То есть Минимум раундов Где они взяли Было 26 От непов Выигранные Пистолетки У них А тут не написано Выигранные Пистолетки Надо на саму карту Заходить Ну ладно И давай тогда Статистику По Команде Селжи Команда Селжи 24 победы 27 поражений Винрейт Меньше 50% Самый лучший Выигрыш Был 16-1 Над командой Эйс Поражение От Тестра Лис 3-16 Вот так вот Ну статистика Конечно Не в пользу Селжи И уже начинается Пистолетный раунд Второй половины Этого матча Счет 10-5 В пользу Оптик Гейминг И Смотри Сейчас Селжи Решили Ну Наверное Скорее всего Выйти Вперед Во фронт Быстрому выходу От оптиков Предполагаемому Однако Его не случилось И все-таки Оптики играют Под Б Где Находится Совершенно Один 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 Внизу А там еще На сумброзе Есть Там еще Итан На сумброзе Итан Единичку Нажми Да-да-да Итан Подсадочка Ну Ты знаешь Не могу сказать Что это будет Настолько эффективно Насколько Возможно Рассчитывают Парни А может Осмотри Оптики Они совсем Не глупые Они пошли Через Зиг С другой стороны Подсадка Это не сразу Будет чекаться А то Ситанс По 2000 Может попасть Тут По две головы Каждому По каждому По голове То есть Он спрятался Вот так Одного Видит А вот теперь Он просто Не попал Он просто Не попал Задавили Тут игроки Масса И Станислава Сумброза Вышел Он даже не вышел Он стоял Он как стоял на месте Все эти минуты Так он и стоит Крец Да Начались Эти прыжки По пленту Пистолетный Замес В принципе Достаточно Насыщенный И Микс Остается один Бомба Установлена И что сможет Показать этот парень Он отчаянно Сражается С юзмиком Кончились патроны Но Вот Прямо было видно Что возможно Если бы у него Сейчас залетело Там с пары Первых оставшихся Патронов В обойме То возможно Мы видели Что Видели бы Что-нибудь Еще более Интересное Ты видел Этот момент Со Снаксом На Кобблстоуне Это финал Был По-моему Сейчас На Кобблстоуне С кем же играли То А По-моему С Навикс Эти говорят Снакс Нет Подожди Кобблстоун Я же забыл Кобблстоун И выключаешь И выключаешь экран И у тебя Как плеер Работает Телефон Можно там В наушнике Заряжать Или вот так Как радио Кладешь И слушаешь Комментарии Да Это видимо Против Наи Было 16-3 Счет В итоге В общем Команда Нави Оставалась 1 в 4 С юзпом Снакс Вышел И дал всем Прикурить Очень жестко Причем Он вышел Минус 4 Дал каждому То есть Было 4 противника Он потратил На первых 2 в 3 патрона 3 головы Да Нет По-моему Ну ладно Не будем Сейчас уже Об этом спорить Но Да Бывает Что у кого-то Пистолеты летят Очень мощно В каких-то моментах И Это просто Вызывает Удивление И восторг Сейчас Как мы наблюдаем Картина развивается В принципе В 3 в 4 Находятся Оптики В меньшинстве Заходят Они на Аплэнд Здесь их Ожидает Куста И Делает Станислав Свой килл И сзади Поджимается Броза Минус 1 И остается Последний раш У него Очень мало ХП Против троих Сейчас С бороться Не получится Особенно с деклом Все 7-10 Да 7-10 Команда CLG взяла Первые 2 раунда Во второй половине Оптики Закупаться будут Они поставили бомбу Они могут себе позволить Шикарность Этого раунда Зашкалить До небеса Именно взять его Вот таким вот Закупом А что у CLG Они даже не стали Менять девайсы CLG Катлер С UMP Фамас Сейзет Инахта Или Итан Кому как На любой вкус Можете называть его И 2 кольта Куста Сумброза В общем Закуп у тех других Очень даже неплохой Причем Если посчитать То в оптигейминг Тут 4 класса Против 2-х неполных Игроков Даже 3-х Фамас Это тебе все-таки Не кольт Ну Фамас Не кольт Однако В некоторых моментах Хорошо летит Если уметь стрелять И Фамас Кольт Уже Раш Миксел Делают Минус 2 По куста И Катлеру Хорошей головой Сейчас ставят Ребята С АК На флай Стэком Напрягают Точку Б И бомба Бомба находится Где-то в метро Пока что Ребята решаются Лишь куда идти Собирают Какие-то фраги Собирают информацию Знают Миксел Где находится Саброза Забирают его В спину Очень классно Сейчас сыграл Этот парень И бомба Бомба Бомбу берите Будет Раш забирать Бомбу И идти Скорее всего Это будет Б-плэн Там остается Сейчас Хейз Это забирают На туалетах И остается Один-один Ильшник Этон Да Это А будет Потому что Убили игрока Поджимающего спину А было всего И два игрока Селджи Либо Этон Будет играть Через пыль Либо он уже На Б Поэтому В любом случае Парни будут Сейвить Миксел Замечает Попытка Прострелить И получается Никтон Вот это да Собрал Все-таки Собой Хотя бы Одну душу Атом Может быть В рай Не знаю Он попадет Насколько Он у него Много грехов На душе В любом случае Команда Оптигейминг 11-7 Ведет И Продолжает С небольшим Переодом Начинает Вновь Продолжает Тащить Свою Свою Тушку Вверх По карьерной Лестнице Вот это вот Пока что Не завершившуюся Турниру Не удалось Селучшие Долго Удерживать Преимущество Как только Оптики Получили в руки Девайсы Очень сильно Пришлось Напрячься Селучи И не смогли Вывести Они этот раунд Сейчас они Играют с пистолетами Вот опять же Ребят Вот эти крики Что карта Ориентирована На защиту Ребят Посмотрите Один раунд Проиграли Все с пистолетами Бегаем Да Защита Она Очень хрупенькая Болезненная В плане экономики Чуть ткнешь Ее и все Можно распрощаться С кольтом Так что Селджи Вот даже Не стали закупаться Я думаю Не понимали То что Если не справиться С этими девайсами То С кольтами И подавно Потому что Какие были минуса Сразу в голову Первым патроном Хоть АВП Хоть пулемет Хоть ракетницу Держит Тебя никак не спасет Так что В любом случае Селджи Ничего не потеряли Оставив Свои девайсы Даже получили 3 800 хейза 3 900 катлер При желании Могли бы себе Оформить закуп Но вот проблема В другом То что укус 1400 1900 сумброза Нахты 2200 Все логично Вот сейчас В туалетах Будет Очень эффектная Стычка Потому что В них находятся 3 игрока 2 игрока Оптиков И 2 игрока Селджи И должны Катлера Сейчас проверить Выдает себя Кусто Однако Этим он защищает Свою тиммейта Очень круто Разыграли Пистолетами Разбирают Эти туалеты Достается 3-3 Конечно Но как Это было сделано Еле-еле Станислав Вывез сейчас Хейз Очень круто Реализовали Пистолеты На туалетах Это Звучит Немножко Глупо Но В принципе Размонтовали Своих противников Станислав Забирает Этима И все 12-7 В принципе Свой максимум Ребята сделали Это Забрать Двоих игроков Но как Это было круто Сделано Идея Задумка Была Так Я сейчас Посмотреть Хочу Каковы шансы Команды OptiGaming Попасть В топ По очкам И обогнать Immortals 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 Занимает Третье место И сейчас Immortals Им осталось Играть Team Liquid Две игры С Winterfox Эхо Фокс Да С лисами С лисами Вот Помню Ты матч Коментировал Я его так Глазком Поглядывал Где Эхо Фокс Против Винтер Фокс Играли Да И я такой Подумал Флайф А сегодня Вообще Вечер Насыщенный Полисом Да Там потом Еще Эхо Фокс Разбирают У нас оптики Этот плент Отлично Заходят Не оставляют Шансов Своим Оппонентам И самое Интересное Смотрите CLG Мы закупились С двумя ВП А где Было ВП А где Было У меня вопрос А ВП На Б Было Вообще С девятки Помощ Как Тем И там Еще Что То Они Просто Вдвоем Оказались Как На Апленту Или Он Стягивался Уже Походу Пока Он Думал И Бегал Уже Всех Забрали И Понял Что Туда Даже Уже Суваться Нет Смысла Возможно Он Стоял Девятки Но Дым Хорошей Оптики Дали И Под дым Вышли Однако Сейчас Старик Окарался И Нельзя Нельзя Сейчас Расстративать Оптикам Экономику Понятно Что Хочется Забрать Эти АВП Но Если Посмотреть Так На Деньги То У Других Ребят Совершенно Нет Денег И Эти АВП Ну Не Сильно Будут Эффективны Если Другие Тиммейты С Пистолетами Создать Хоть Какую Конкуренцию Однако Дело Уже Идет 14 7 И Это Достаточно Большое Преимущество Уже На Этой Карте И Скорее Всего Будет Быстрая Победа Сейчас Каким Небудь Там 16 9 16 10 Вот С Таким Счетом Ну Посмотрим В любом случае Сил Дум Бороться Будут До Последнего Явика Не Спускают Сейчас На Детскую Площадку Правда Катлеру Тут Не Увезло А Вот Раша Очень Даже Минус По Сумброзу Один АВП Нашли Сейчас Оптики Поняли Что Один Абп А Где Второй Это Интересно Причем Нахта Пытается С Дегла Сейчас Подпрыгнуть Ооо Это Интересно Очень Удачный Тайминг Выбрал На Флай Чтобы Убрать Титана С глаз Долой Прошел Через Деревяху И это Ну Одна Второй Фраг Через Эту Деревяху За этот Раунд Оптики Решили Играть В бесконтактную Стрельбу То есть Вообще Визуально Не наблюдая Своего Соперника Расстреляли Всех Через Стену Ну И в итоге 2 в 5 Опять 2 ВП Остаются Вот С того Раунда Сейчас Я думаю Что Уже Не повезет Ребятам Ооо Катлер Вот это Разворот Вот это Интересный Разворот Получился И Есть Опен Есть Формация Что Один Из АВП Стоит Сейчас На Аплент У Еще Один Минус Еще Один От Куста Залетает Сопротивляется До Последнего Ребята Делают Работу Над Ошибками За Прошлый Раунд Раз Должен Увидит Забирает Куст Классно Перевел Сейчас Поставил Грамотный Хэдшот И остается Один Катлер Он Будет Как Можно Дольше Скорее Всего Не Давать Поставить Бомбу Однако Она Уже Должна Устанавливаться Все Правильно Поставили Бомбу И Слушай У меня Вот Вопрос Был Почему На ESL1 Нью-Йорк Было 35 Секунд А Здесь 40 Секунд Бомба Ставится А Вот Так Вот Как Тебе Мой Ответ Ну Вполне Удовлетворитель Ну Я Не Зна На Сам Деле Это Как То Не Следил За Этим Моментом Может Быть Какие То Были Правил Такие У ESL Может Быть Я Что Удивился Вот Помнишь Что Усредили То Сорок Секунд Секунд Сделали Сорок А В Матчмейкинге От 45 Пришли К 40 Ну Что Бы Там Ну Да Все Логично То Сорок А Там Я Видел 35 Секунд Было Это Было Один Раз Возможно Бы Так Но Я Несколько Раз Что Бомба Типит 35 И Катлер Уже Забирает На Флайм Это Крест Перевелся С одной Темой На Другую Как Спрей С одного Игрока На Другого И Сейчас Команда Оптигейминг Потеряла Своего Тачера Потеряла Снапера И Я думаю Что Это Неплохо Потому Что Сейчас Полезла Куста Он Поверил В себя Не знаю Зачем Рано Это Сделал Но Поверил Что Он Сможет Убивать Людей Получил По шапке Мироса Станислава И Команда Оптигейминг Играет Сейчас Медленно Но верно На Аплэн Вот Катлер Сейчас С вами П Будет Отрабатывать Свою Зарплату Будет Отрабатывать Те Деньги Которые Потратил А вот Хейзет Куда Смотри Катлер Такой Стоит На Метели Ждет Когда К нему Пацаны Из Оптик Придут А они Такие Хлоп Через Метро И Сейчас Пойдут На Б И Итан Тоже Ждет Кого На А Но Понимает Что Уже По Таймингу Ребята Будут Выходить На Б Тут Один Соброд Его Соброд Соброд Да Вот Это Провал Как Не Повезло Соброд Раз Просто По Таймингу По Тиммейтам От Тиммейта Прошла Информация Что Я Видел Там Пацана Убивайте Его И Минус Минус По Катлеру По Станин Стоит Итан И Команда Опти Гейминг Берут 15 Слушай Ты Говорил То Что Это Быстра Игра Видимо Так И Будет Так Видно Что Разваливают Оптики Они Превалируют Они На Голову Выше Сейчас На Этой Карте То Если Была Борьба Там Если Были Знаешь Такие Моменты Опасные Или Какие Там На Волоске Висящие Но Как Мы Видим Опти Гейминг Они Просто Под Свою Дудочку Сейчас Под Свою Флейту Играют Абсолютно Эта Карта Уходит За Ними Бесспорно Сейчас У CLG Для Команды Защиты Для Контров У них Денег Мало Это Сейчас Скудный Бай Такой Фомас И Юмпишки Раскидка Там Какая Минимальная Всего Лишь Одни Диффуза Ну Я думаю Что Они Даже Не Пригодятся Сейчас Против Пяти Калашей Которые Смотри В принципе Оптики Не Несутся Сломя Голову Они Сейчас Там Под Б Постоят Пошумят На Детской Площадке Постоят Поиграют И Скорее Сего Подождут Ребят Которые Решат С туалета Чуть Чуть Поджать Возможно Что-то Как-то Какие-то Агрессивные Действия Сделать Катлер Уже Вот Мину Сейчас Будет Поглядывать Ну Вот Тут Вдвоем Стоят Сил Джи То есть В прошлый Раз Оптики Сыграли Через Мидл Плюс Лонг И Это Заставила Команда Сил Задуматься Так Метро Они Не Ходят То есть Оптики Сколько раз Было Они Играли Постоянно Через Мидл Если Метро Не Ходят То Нам В Туалетах В принципе Стоять Незачем Давайте Постоим Там Где Не Ходят Это Значит Мидл И Лонг Не Укрепляю Как раз Едве Позиции Мидл Лонг Но Поможет Лим Это Хоть 2 5 10 Игроков А вот Помогает Слушай Помогает Раша Успел Забрать Кусту Но Катлер 2 фрага Оформил Свою копилочку И команда Оптигейминг Теперь Будет играть В меньшинстве А на флай На флай Проходит На шифтем Пока Не парится Я О нем Информации Никакой Нету Но На ахтане Или Итен Сиди в такой Точке Где Должен был Заланшотить Но На флай Очень четко Выходит И плечиком Чекает Эту позицию Да Сыграл Он На такую Спорную информацию Немножко Помаячил Выбил на информацию И ушел Обратно И смотри Ребята из оптиков Решили Переместиться На длину Должны Сейчас Миксвел Должен В первую очередь Он ближе Всего К пленту И Должны Катлера Отрубать В первую очередь Отрубают Катлера Остается Сейчас В пленте Всего лишь Один игрок Селджи Успевают Успевают Ставить Бомбу И Три В три Ситуация Вот вроде Как Селджи Неплохо Начали С хорошего Преимущества И Миксвел Уже забирает Нейта Диме Хейзет Но он был Абсолютно Потерян Однако Забирает Набывает 2 в 2 Ситуация Станислав Забирает Саброзу И Хейзет Остается Абсолютно Один У него Ну есть Информация Однако Не так Много Забирает Миксвела И Че это было Че это было Я скажу Что это было Это Это Железные Нервы Почему Как Зачем 27 лет Чуваку А у него Реакция Как Не знаю Самого Натренированного Игрока В мире У него Железные Нервы Вот так Вот Сесть И Дефьюзить Пока Вот Ты понимаешь Он Начал Поворачиваться Только В тот Момент Когда Понял Что По нему Стреляют Я Просто В шоке От того Как это Получилось Почему Зачем Как Это Жесть А знаешь Как лет Итану Только не смотри Не гугли Твой вариант Ну Если ты Меня Спрашиваешь Это с такой Интонацией Это ему Лет 28 Ах Какая Сейчас Хаешка От Нафлая Была Сам Себя Разбил Осталось Нет Ему Не 28 Мод Итан Итан Арнольд Или Нах Сколько Молет А 16 Я помню Ну Смысл Ты загуглил Я не верю Я не загуглил Все Я тебе не верю Я помню Что кто-то из школы Вообще здесь играл Я помню Я на тебя обиделся Ой Вот я тебе сейчас Даже напомню Диалог Может быть Кто-то из наших зрителей Вспомнит Что Петр Мне это говорил И Я ему сказал Что Кого-то Мамка Гоняет Чтобы Он не смотрел Американскую Лигу По ночам А кто-то Сидит И играет Сейчас За компом Это не про Итана Было Это про кого-то Другого Было Это Ох Какие же Мстоматчи Но это не про Итана Было Это про кого-то Другого По-моему Не про Тарик Тарику 20 лет Ладно Не суть Ладно Последний раунд Может быть Последний А может быть И нет Команда Оптигейминг Опять-таки Пытается выйти На Б Плэнт Сумброза Проптил игроков Плэнт Но Итан Спасает И еще Один место Сумброза Тарик Ласт Тарик Эйс Кик По-моему Кик Так Уже 15-9 Уже 15-9 То есть Я говорил Про 16-10 Но Это Ой 16-9 16-10 Я говорил То есть Деньги Сейчас В принципе Оптиков Есть Должны Забирать Если будет 16-9 16-10 Ну 16-10 То звание Ванги Твое То ты Сегодня Побеждаешь В конкурсе Ванг Ну Нет Я не хочу Так Называться Но Вот Это Знаешь Как Гадаю По ладошке У тебя Какое-то Определенное Гадаю По монитору У тебя Определенное Сложилось С Командой С Ванг И Отношение Что Неприятно Что Не хочу Что Меня так Называли А вот Я просто Не хочу Называться С Именем Другого Человека А вот Это Вот Да Я с тобой Согласен Тарик Не согласен С тем Что Команда Должна Еще Играть Какие-то Два Раунда Зачем Парни Мы Еще Сейчас Можем Все Закончить И Причем Опти Гейминг При поставленной Бомбе Заняли Еще Хорошие Позиции Тут Кросхайером Стоит Микс Вместе С Нафлаем Там Прострел Идет От Нафлай И Минус Я не знаю Нафлай Сегодня Простреливают Только так Только В путь Он прострелил Сейчас Еще Одного Все Гадаю По Монитору Но На самом Деле Вот На ставках У меня Вообще Не залетают У меня Есть 5 Ставок Которых Я когда-либо Делал И заезжала Только одна Поэтому Даже Вот По матчам Когда До них Я не могу Никогда Предсказать Кто победит Только уже В течении Матча Вот смотри Состав команды Оптигейминг Тарик 20 лет Микс 20 лет Нафлай 19 лет Раш 22 года Станислав 20 лет А А Нет Даже 18 Нафлай Даже 18 лет Станислава 22 И Команда Сел Жи Хейза До 27 Куста 20 Катлеров 27 Сумброза Сколько там 18 По-моему Лет Да 19 И 16 Лет Нафта То есть КС Американский Обновляется Обновляется Новыми лицами И я думаю Что Хейза С Катлером Скоро Ну Может быть Не скоро Может быть Как Таз До 30 Лет Вполне Возможно Хотя У Virtus.pro Есть какие-то результаты А у CLG Нету Поэтому Тут разница В том Что если бы ВП Проигрывали То я думаю Что Таз Так долго Не притяжался На арене Ну что Уходим на небольшую паузу Вернемся уже на трейн Да Будем наблюдать Тренд Сегодня Второй раз Будет Такая же Насыщенная Игра Поэтому Заваривайте Чай покрепче Ждем вас На следующей Карте Продолжение следует Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok